здравствуйте друзья мы с вами снова вместе сегодня у нас 7 июля и я представлял два фильма о шелковице вот а дальневосточной и уже как бы сибирской будет правой шелковицу а это уникальное считаю вот эти восточного ученого биолога брусского юрия васильевича вот почему нужно посмотреть мы как бы посмотрим на это с двух сторон с телескопическое зрение вот когда-то мне писал эту статью для дальнейшего распространения вот значит что я вам скажу целом про шелковицу в россии вот темный лес вот в этом лесу вы ее почти не найдете да помню украина огромное дерево во дворе моих дедов огромные урожаи приезжаю с норильска жру 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 но если не могу а витамина со норильчан вот а возьмем современное время двадцать третий год двадцать первый век значит ну узнать что у нас творится крупноплодные абрикосы черешня персик вот такие диковины если взять и казалось бы в россии миллионок откуда же они могут быть оттуда от верблюда дело в том что сотни 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 интернет магазинов и плодопитомников якобы выращивают персики черешни вот крупноплодные абрикосы ну я уж не говорю о этих самых роскошных яблонях и грушах вот и так далее и все это якобы у нас и растет у них растет и может растет во всей россии а где сады начинаю спрашивать где сад сада нет нету садов персиковые в россии я не беру самый-самый юг вот я беру среднюю полосу и почти юг я уже не говорю о северной россии я уже не говорю о урале дальнем востоке о сибири южной сибири страшная картина продают миллионами и ничего нет на этом фоне шелковица она вообще я даже не сказать на грани выживания к ее вопроса и нету по всей этой территории я даже не навязывать нам потому что это вообще какое-то странное дело я находил несколько шелковиц здесь в районе соединогорска привезли семечко вырастили получили плоды размера вот с ноготь на бензинце последний на своем виде то есть она не в таком виде не имеет представления желания они такая же она и слабенькая на мороз о своем варианте расскажу в следующем фильме давайте почитаем почитать мы вместе идет не так я буду читать и рассказывать а вы только слушать потому что в наше время читать уже настолько стало трудно что люди готовы слушать еще пак спасибо готовы слушать шелковица аборигент дальнего востока автор бродский шелковица тута растет на территории приморского края еще со времен махэ и джоджени фотография красивая это растение семейства тутовых и листопадных деревьев произрастающих на юге сахалина в курильских островах шикотан у нашир интенсивно растущее дерево редко вырастает до 10 метров с плодами темных цвета напоминающими ягоды ежевики читать дальше плоды съедобные сладкие с очень приятным запахом продолжительность жизни двухсот пятьсот лет я этого не знал зрелые плоды содержат громадное количество сильнейшего растительного антиоксиданта резвератрола если молодые побеги уменьшают количество сахара у меня же сахар в крови а я и не знал шелковица у меня растет вот это да и кто мне сегодня дергал у себя на нажать именно в этот момент попасть именно на эту статью уменьшает количество сахара являются одним из древнейших лекарственных средств при лечении резкого то время сахар в небе а у меня повышенный сахар а я все воюю с собой со сладким будет ли там или не будет дальше рецепт лет 30 назад мы заехали под усу риск на раскопки городища джорджини обходя раскопки по высокой траве обратил внимание на ряд по ней видимо это были древние посадки какого-то дерева из одного пляж сбоку почти параллельно земле виднался более молодой побег искуска которая была засыпана перепревшим листом развинулись и обнаружил на одной ветке признаки образования калуса а выше несколько листочков это была одичавшая шелковьца одежда была мало середина лета жара и обрезанная ветка должна была переселиться на 400 километров севернее посадил ее дома в его двора между трех камней накрыл двухлитровой банкой то есть получается это было без корме и просто бедка земля была постоянно влажной за счет близкого расположения водостока с крыши листочки не опали оставались зелеными до осени и в свои почки на бухле поели зеленые листья но прирост в это жаркое лето было небольшим укоренилось за то на следующий год более полутора метров на третий год шелковица зацвела и дала несколько сладчайших ягодок вот уже тридесятка лет во дворе цветет и плодоносит тута выдержавшая пиковая мороз до минус сорока здесь я вставлю свои несколько слов почему будет дальше этого не будет я сам первое читаю это статью своему стыду а то уже бы использовал для диабета для моего так вот есть считается что надо садить рядом мужское дерево и женское тогда женское заплодоносие а есть оказывается прекрасные варианты когда дерево одно само оно само плодное и все в порядке а я сталкивался и с тем и с тем поэтому вдруг дальше этого не будет и на всех случаях имейте ввиду можно нарваться на двудомное дерево а можно на однодомное то есть может оказаться что не имея рядом русского дерева женское плодоносит не будет читаем дальше позже осень старого дома до революционной постройки обнаружил еще одно плодоносчасть дерево шелковицы она дичала плоды измельчали прирост минимальный до полу межегодно обмерзающий без ухода она восстанавливается и продолжает вовсе уже более пистолет значит тута обладающая высокая жизнестойкостью и приспособляемостью может тратить северную приводить до высокой это не самая северная граница распространения уже лиза в вк давно растет шелковицы ну вот видите на тот момент он уже ждал и что у меня тоже есть шелковица черенки с моей шелковицы древних джорджи не плодоносит на морской области хамарском крае литературу рекомендует размножать ее семенами во 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 вот тут там мы с ним одно поле ягоды сброски много возни и долго ждать селекции тут и никто не занимается вот видите два сапога пара мы с ним самый простой способ продолжения зеленое черенкование вот какой умный мужик возьму его так вот красным помечу красным цветом вот зеленое черенкование соседка моя макарина очень хотел иметь шелковица летом я срезал ей четыре зеленых черенка до момента древеснения и объяснил как необходимо растет деревца подержала на черенки в корневине согласно инструкции посадила в горшок накрыла банкой укоренили стуле черенка и сейчас одна их растет наш карт на подоконнике вместо герами листочки заваривают чай перестала пользоваться сахарсбирающими препаратами господи герду как так у меня эта статья я не читал она у меня лет 10 вот это я попался да придется для всего бродского периода перечитывать и вам преподносить на тарелочке недостаточная продолжительность визиационного периода по виду тормозит подвижение шелковица до север выращенные семена дают плоди на 8-9 год своей жизни но у меня получилось на 5-6 вот еще раз говорю свой фильм о шелковице я расскажу сниму то есть правильно на 8-9 и моя правильная 5-6 где шелковица шелковица родит вносит ежегодно почвам не требуется на бедных почвах растет туго боится получиться почвы и излишне увлаженности корневая система мощнейшая поверхностная угнетает близко расположенной плодовой культуры это вот крупное дерево свидолюбиво не любит сквозняков ее родня шелковица атласная в природе растет на сахалине и курилах по скволам горы камни сухой какое богатство трогать почему ее нет у нас в россии почти имеет кустовидную форму реже дерево до 10 метров высотой двудомно двудомно лимостойка была мысль получить гибридные семена от скрещивания моей шелковицы салта атласной такая форма должна быть более приспособлена к новому слою к сожалению возраст уже не тот вот и мы с ним не тот царство небесное нашему юрию васильевичу вот и меня уже не то тоже а в этом самом у меня сегодня у нас седьмое да это четверг или пятнадцать на пятницу вот точно не помню а понедельник у меня вебинар я покажу там результаты укоренения моего ученика и сурава алексейка алексея ивановича который мудрился наше дело шелковицы продолжать его очень успешно продолжать эти результаты я покажу на вебинаре и возможно в фильме который это этот фильм только первый потому что очень нужно продолжать и мне вот агитировать пропагандировать и вам развесить уши слушать и заниматься этим делом вот это редкий случай когда на ваши развешанные уши не будет насыпано лапша читаю дальше к сожалению возраст уже не тот горькая правда существует два способа семенного размножения посев свежособранными семенами с заделкой почвы на полсантиметра видите на полсантиметре всего на пол последующим манчированием или после 50 седина сертификации весной при высаживании спорничка в полку обязательно прищипывайте корень лучший способ выращивания в контейнерах но это наверное потому что ради выращивания в контейнерах я сразу скажу я железу против прищипания корней лучший способ выращивания в контейнерах 10-15 литров в плодородной почве в теплице тогда не надо будет саженцы прикапывать на зиму перед посадкой а сохранить контейнерах посадить рано весной подготовленной к посадке ямы также не нужно будет укорачивать надземную часть на 4-5 почек вот вы знаете почему я считаю что мы в принципе считаем нужно надо чтобы лучше прижилось но раз у него получается контейнер да еще такой огромный 10-15 литров может быть и не нужно в идеале при контейнерной посадке на 7-8 год шумковица даст плоды формировка только зеленым прищипанием никакого секатора вот здесь мы тоже с ним расходимся я противник зеленого прищипания вы понимаете как хотите попавшая в раннюю поверхность инфекции легко тормознёт дальше видите как написано попавшая в раннюю поверхность инфекций легко тормознёт лимитер сарте либо погулится давайте все таки пощипывать не будем полив и подкройку один раз в конце весны В конце сентября Надо же Лето, а если сильная засуха В конце сентября Предведите пенсировку ладных побегов Чтобы вызвать быстрое древесение побегов Подготовку к зимовке Тут мы с ним расходимся Я считаю, что ничего делать не надо Никакой Никакой пенсировки А вы принимайте Как это И так и так И принимайте решение сами Дух одинаковых мнений не бывает Хорошо размножаются Шелковицы вегетативные Отводками, зелеными, отревесняющими Синками, стандартной прививкой Вот видите еще вариант прививки Плоды Стряхиваются на целлофан через 1-2 дня Так как шелковицы сонаревают Не одновременно Чем темнее окрас, тем ярче вкус В этот момент Птицы устремятся к вам полакомиться Лучше держать посадки Взади армении Постоянно эмульчируют Торфом или компостом Перегноем Вот Из приторно-сладких Слегка кисловатых плодов Готовят варенье, компоты, соки, вино И даже сушат впрок Из белородных листьев можно сделать Лечебный салат Из высушенных листьев, высушенных и отсекнутых Верхушек побегал готовят лечебный чай для диабетиков Растертые высушенные листья плоды можно добавлять в тесто для выпечки Пирогом Клинчиком посыпать Выпечку предварительно смазанного меда В энциклопедии лекарственных листьев утверждается Что восточная медицина Широко применяет Отвар в листьях Коры, корней И побегом Не только при сахарном юмиде А также при сердечно-сосудистом Доболевании Гипертонической болезни Бротхиальной астмы В стоматите Плоды показаны при нарушениях обмена веществ Ожирение О У меня любит если вес Упадки сил У меня упадок сил В общем, древний подарок богу Бродский юб Юрий Васильевич Белый кол Юрий Васильевич, спасибо Вы нам помогаете Гостового Света Спасибо вам Вот это первая серия Вот Значит Будем считать, что Эта статья Принесет вам пользу, друзья Давайте я с вами Не прощаюсь Будет еще вторая Возможно, третья серия Потому что Все-таки Шелковица Это Дар богов Это действительно Дар богов К сожалению Хотя Ее вырастить Не труднее Чем Те же персики С черешни Абрикосы Но Как получилось Как получилось Я не понимаю Что ее не В таком Огромном количестве Как Саженцы Яблонь, груш Слив, мишен С черешен Персиков Абрикосов Не Производят Саженцев Но Правда Если бы их и Произвели Они бы имели Такой же Точно Результат Как и С теми Перечисленными Плодовыми Деревнями Которые Гибнут Миллионами Но Это уже Будет Другая Тема До свидания Друзья Я Останавливаю Запись Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует